здравствуйте друзья гости моего канала перед вами моя диплодыня на лето я конечно выношу ее на улицу на свежий воздух поскольку она очень любит свежий воздух и вот посмотрите какое у нее сейчас обильное цветение еще не все раз раскрылась вот я вам показываю вся она в бутончиках и всем известно что диплодыня растет цветет на побегах нового прироста как нам добиться эти приросты значит так я первый год я диплодыню очень слабо обрезала потому что я люблю более пышные кустики и вот специально для вас я оставила вот побежки смотрите плети видите какие длинные длинные плети ну можно природе она как ли она растет но это природа там условия совершенно другие здесь я ее формирую какие формируем чтобы в то же время она была не лысая такая кухтистая и обильно цветущая значит что я делаю смотрите вот побег вот и здесь даже два сформировалась и их оставила вот они видите два побега сформировались и вот здесь видно что она обрезана но здесь обрезан побежек обрезан как вот смотрите вот здесь вот смотрите тоже обрезан и вот обрезан то есть я оставляю 2 две почки как бы вот теперь мы возьмем этот же побег и смотрите вот он обрезан вот так вот вот он обрезан видно да вот он обрезан и вот от него одна вторая почка можно даже вот эту и вот эту но мы оставим еще вот эту и вот так вот его обрезаем вот такой вот смотрите два междоузли остальное я вырезаю видно вам вот здесь вот надо работать перчатках кого чувствительная кожа да и вообще перчатках инструмент конечно можно обрезать но для плоды не выделяет ядовитый млечный сок и сама себя этим защищает дальше берем берем еще один побежек вот он вот еще побег этот побег он как бы двойной вырос его можно даже вообще вырезать вот так смотрите я его 1 1 оставлю так это тоже срезала вот получается у нас два междоузли здесь вот он слабенький я его вообще принципе оставила только один и вот так вот здесь вот видно уже давно видите вот он обрезана 12 и так принципе я каждый побег обрезаю вот с этой стороны сейчас мы чуть-чуть развернем вот с другой стороны вот с этой стороны вот видно тоже обрезана видно вот он вот так вот видно что он обрезан вот тоже и видите вот обрезан 22 междоузли и вот он пошел ведь вот один и вот второй развивается здесь вот один-второй это от обрезанного а это вот вот так вот один-второй и вот здесь два а здесь уже маленькие они и плохо развиваются они берут соки поэтому я обрезаю вот здесь вот так вот тоже вот такой вот получился у меня срез на одну-две почки вот здесь вот вот здесь здесь у меня цветет на конце и выпустил очень слабый побег очень слабый я его вырезали вообще вот таким образом я формирую вот он видно да видно вот здесь вот вот тоже 12 вот 12 от него тоже отрезан это же 22 между узле я оставляю остальное вырезаю он и побежки формирует крепкие крепкие ведь его тут уже высокие но побежек крепкие вот этот послабее но вот отцветет вот этот отцветет и его так ближе обрезал он тоже начнет укрепляться вот такую формировку я делаю и у меня ведь их смотрите какой крепенький пушистый кустик не маленькие я маленького не люблю главное сейчас главное чтоб она еще пышная тела поскольку она любит главное не заливать даже летом обильное цветение но полив и обязательная подкормка обязательная подкормка подкармливаю я свое все цветущие свои растения вот таким вот удобрением смотрите бонна форта для цветущих декоративных и цветущих растений жидкое удобрение оно мне очень нравится и добавляю я в принципе с каждым поливом чуть-чуть если погода влажная значит я где-то раз в неделю добавляю если вот такое солнце как у нас у нас правда июнь был очень холодная и она меня стояла здесь но желательно чтобы температура не опускалась но минус до 10 не более уже меньше плюс 10 диплодения реагирует здорово вот так вот я ращу свою диплодению и вот теперь уже когда я научилась за ней ухаживать я уже хочу приобрести себе другую расцветочку поливаем мыть немножко подсохнет слой и мы его полива ее поливаем лучше если кто еще не приспособился поставить шпажку деревянную и смотреть на каком ниже сантиметра два-три уже сухое я поливаю вот такой у меня уход обязательно ей нужна опора даже формируя костиком вот видите у нее уже такие удребесневевшие побежки все равно нужна ей опора всем до свидания будьте здоровы и счастливы